Друзья, всем огромный привет! Сегодняшнее видео будет о покупках. Они у меня состоялись из трёх магазинов. Это Озон, Валдберес и Леонардо. У меня покупок немного. Вот такие три небольшие и одна покупка такая большая, которую я еле дотащила с Озона. Чуть позже я вам её покажу. Начнём мы с вами смотреть покупки вот с таких пялец от Нурги. Это тройка, размер 220 на 195 мм. У меня не было пластиковых пялец. И я не могу ничего сказать, как они в работе. Вот так затягивается ткань винтом. И думаю, что они будут для меня очень удобны. Почему купила именно эти? Специально вам приготовила свои пялецы, которыми я пользуюсь почти год. И на днях у меня вот эта штучка, которая сдерживает обруч металлический, отломилась. Почему так произошло, не знаю. Я с пяльцами обращаюсь очень аккуратно. Они у меня не падали, нигде не валялись, чтобы что-то где-то, знаете, стукнуло, отломилось. Ну, в общем, не знаю, почему так произошло. Но прослужили они мне долго. И вторые такие покупать я не захотела. У меня такое мнение, что они немножко деформируют основу. Я вышивала ромашки от Риолис на этих пяльцах. И начинала вышивать гобеленовый свой сюжет от Гоблин Сет. И в Гоблин Сет именно я увидела, что они край основы, я с нижнего левого угла начала, вот с этого, они мне деформировали вот это место, как они находились. Ну, хорошо, что это место уйдет под оформление. Или, может быть, в процессе потом стирки что-то исправится. Деформировали они гобеленовую сетку очень. И летом, когда я отправляла на оформление русские ромашки от Риолис, у меня было что-то вокруг вышитого сюжета. Там вышивается такая корзина с ромашками. Тоже было что-то с основой. Но на тот момент я на пяльцы не подумала. Натягивают они, конечно, очень хорошо. Держится основа в них очень хорошо. Но есть такой момент, например, леон, я в них запяливать не буду. Слишком такая конкретная натяжка. Ромашки от Риолис у меня благополучно оформились. Мастер очень такой грамотный. И я думаю, что он устранил вот этот недочет. Но когда я отправляла, основа была немножко изменена. Не знаю почему. Девчонки, сейчас я понимаю, что, скорее всего, это вот эти пяльцы. Поэтому еще одни такие я покупать не захотела. Думаю, что пользоваться я ими вряд ли буду. Потому что, вышив сюжет, не хочется после стирки обнаружить, что что-то пошло не так. Вышиваешь ни неделю, ни месяц. И в конце работы, конечно, такой сюрприз. Но это чисто мое мнение. Может быть, у вас у кого-то как-то по-другому. Но те, кто вышивают на льне, девчонки, не советую вам пользоваться вот этими пяльцами с железным обручем. Да, послушайте меня. Завтра, наверное, начну снимать гобеленовую работу. Покажу вам, если не забуду, как у меня деформировалась вот эта сетка. И мы переходим с вами к еще одной покупке. Я ее сделала на Валдберес. Ждала, когда будет скидка. Купила этот набор за 400 рублей. И, в принципе, очень довольна. Размер готовой работы будет 20 на 20. Вышивается крестом, полукрестом. И еще и стежок. Но я думаю, бэкстич тут или стебельчатый шов вот в этих вот ветках. И вышивается шерстью. Основа цвета льна вот такая вот красивая. Вот именно об этих ромашках я вам сейчас говорила. В районе вот здесь, вот сбоку в корзинке, у меня была деформирована основа. Причем увидела я это не сразу. Именно после стирки, когда я начала утюжить, то что-то проявилось. Именно вот на этой основе. Вот такие здесь красивые нити. Красивый очень в пару вот этот сюжет с рабцем. Но парный сюжет к своим ромашкам я вышивать не собираюсь. Вот такой прелестный сюжет. Буду обязательно вышивать. Очень нравится. Мне очень нравятся наборы, укомплектованные Риоли с шерстью. Очень красивый получается результат. И поэтому, конечно, мне очень хочется его начать. Но в планах у меня кое-что другое. И сейчас я вам покажу свою покупку из Леонардо. В прошлом видео о своих покупках я вам рассказала, что очень мне хочется купить голубые анимоны в пару к ирисам, которые подарил муж на 8 марта. И девчонки. Вот мне так хотелось анимоны, что я приехала в Леонардо. И вы знаете, я ехала с одной целью. Посмотреть, сколько стоят нити DMC. И прикинуть, чтобы потом укомплектовать какие-то свои панельки от Джастнен. Возможно, укомплектовать еще одну цветочную фею от Миробилия. Ну, может быть, еще какие-то схемы. В общем, задача была посмотреть на DMC и кое-что укомплектовать. Для себя запланировала, что не буду подходить к стендам от Панны, от Риолис, Вервака. Никуда не буду подходить и ничего не буду смотреть. Цены бешеные. Скидки не дождешься. Ну, и вот так иду к нитям. И по дороге мне попадается стенд Лонардо. Ну, Лонардо я в Леонардо покупать не собиралась. Там как-то все время недешево. Но потом думаю, ладно, подойду, посмотрю. Мне очень нравится от Лонардо букет. Букет в Азии он называется. На фоне окна такие какие-то луговые, полевые цветы. Очень красивый. Но на сегодняшний день я его вышивать тоже не собираюсь, потому что он, во-первых, дорого. Во-вторых, у меня букетов уже хватает. И тех, которые вышиты, тех, которые в запасах, и тех, которые сейчас вышиваю. Ну, думаю, ладно, посмотрю, сколько он стоит. Поднесла его к кассиру. И она мне сообщила, он в такой подарочной упаковке 5400. 3800 он сейчас, или 3400 на зоне. Ну, 5400, это, конечно, вообще запредельно. Ну, говорю, нет, спасибо, брать не буду. Ну, надежда где-то теплилась. Вдруг дешево. И потом увидела еще один набор. Вот этот. Называется он Sky Anemone. Sky Небесные Anemone. И думаю, пойду-ка я посмотрю. До кассира было бежать короче, чем до их сканера. Думаю, прошу, пойду узнаю. Ради интереса. 4000 он на тот день стоил на озоне. Думаю, ну, пойду узнаю. Подхожу к ней, говорю, сколько стоит этот набор, пожалуйста, скажите. Она мне говорит, 1400. Как 1400? Я быстро на озон. Захожу на озон. 4,600. И выгодная цена 4. Конечно, я все посмотрела по артиклу. Артикл совпадает. Думаю, мало ли, может, это еще что-то понавыпускали. И не выпуская из рук, сразу я расплатилась. У меня применилась моя скидка по карте 4%. И они у меня стали 1363 стоить. Девчонки, я, конечно, в восторге. Это прям мне какой-то подарок. Анимоны я хотела немножко другие. Синие к своим ирисам. Но, вы знаете, не факт, что я их куплю. Они сейчас тоже под 4000. Несмотря на то, что скоро годовщин свадьбы. Но 4000 за набор вышивальной отдать, это, конечно, очень много. Очень. Купила я этот набор, приехала домой. Еще раз все артиклы, все проверила. Вот такие небесные анимоны. 39 на 49 размер. И вот такие составляющие набора. Девчонки, вот такой салатовый лен и нити. Я сидела очень долго, не могла понять, что с ценой. Пошла к ним в Леонардо в сеть. Посмотрела. Там небесных анимонов у них в сети нет вообще в продаже. Я думаю, что этот набор не переоценялся давно. Может быть, завалялся. Он у меня проходит в чеке, как розовые цветы. Вот этот артикул я сверила с тем, что есть на озоне. Вот этот вот ПН. Ну, в общем, можно сказать, что я очень довольна. Нити, девчонки, я вот уже дома сидела, думала, почему он зависелся. Вот так, глядя на эти нити, ничего, конечно, они позитивного, эти оттенки не вызывают. Но на ютюбе много очень обзоров. Есть вышитые работы. Очень яркие, красивые нити завернуты и скрываются вот под этими. Вот тут вот есть яркие вот такие проблески. И очень красиво будет смотреться. Отшитые работы бесподобные. Конечно, мешочек уже такой, знаете, повидавший виды. Обзором этим по 6 и по 5 лет этого набора, я так думаю, все это время он висел в Леонардо. И, наверное, никто не обращал внимания, потому что превью вот такой скромненькая. И нити вот такие. Задевает у меня вешалка. И нити вот такие, я бы так сказала, тоже ни о чем. Конечно, красивый ли он? Красивейший. Салатовый. Ой, очень все красиво. 39 на 49, конечно, большой размер, но зашивка здесь неполная. Вот такая у меня удача. Вообще, я не верю, что в Леонардо можно что-то дешево купить. Всегда все, знаете, скидку, я не знаю, дождаться, конечно, можно, но это надо как минимум жить в самом Волгограде и без конца там бегать, все это смотреть. В общем, считаю, что мне повезло. Я, конечно, очень рада. И теперь я не думаю, что буду покупать голубые анимоны в пару к своим ирисам, потому что цветочные дизайны парные я сюжеты не вышиваю. Ну, как-то у меня так сложилось все. Ой, девчонки, вешалка вот это все время задевает, шуршит, извините. Я думаю, что будет этот сюжет самодостаточный и никакая пара к нему не нужна. Вот такие у меня появились анимоны. Думаю, что за меня вы тоже порадуетесь. И не знаю, девчонки, ну, 1300, конечно, цена очень хорошая, но 4 и 4 600. Расплачиваете, кстати, на кассе. Девушка мне, продавец, сказала, что Лонардо больше в Леонардо не будет. Ну, на сегодняшний день это и понятно. За 1300, конечно, можно купить, я согласна. Но даже если не будет Лонардо, ну, будет что-то другое. Не знаю, за 4, за 5 тысяч, даже если исчезнет навсегда, конечно, покупать я не готова. Покажу вам еще одну свою покупку. Она сделана на Озоне. И сразу вам скажу, что на Валдберрис этот товар стоит гораздо дешевле. Но так как Валдберрис не заморачивается с упаковкой товара, я сделала покупку на Озоне. И сейчас вам показываю, в каком она виде мне пришла. Это я уже начала распаковывать. И вот так запакованы все углы изделия. Вот эта вот пленка предохраняющая, вот эта вот сама упаковка. Вот так вот все обклеено. В общем, всем я довольна. И буду сейчас распаковывать все. И в следующем включении покажу вам, что же я купила. Распаковала я свою покупку и спешу вам показать. На упаковке была вот такая этикетка. Комод состоит из пяти ящиков. Размер его 25 на 26 и высота 30 сантиметров. Прямо так и написано для мулине. Пять выдвигающихся ящиков. И сделан он из березовой фанеры. Поставщик Artistic Day. Я уже сказала причину, по какой я купила именно с Озона. И распаковав, я поняла, что все-таки сделала я правильно. Дошел комод в очень хорошем состоянии. Никаких сколов. Все углы были идеально запакованы. В принципе, зазоры между ящиками вот в этих местах одинаковые. Собран идеально. Ящики выдвигаются вот так спокойно. Внутри есть перегородки. Я видела, что девчонки покупают этот комод для катушек русского шелка. Но я немножко планирую здесь по-другому кое-что размещать. Вообще, в рекомендациях к этому изделию написано, что сюда входит вся палитра нити DMC. Девчонки, но покупать всю палитру нити DMC я не планирую. Возможно, я буду перематывать нити от наборов Dimensions. У меня сейчас вышивается третий набор. Я вышивала два мини-голда и сейчас вышиваю голд. Нити DMC у меня в запасах немного. В основном я их покупала, когда комплектовала какие-то схемы. И всю палитру нити DMC я покупать не планирую. Поэтому, если я даже что-то буду перематывать на бобинке, скорее всего, это будут нити от оставшихся вышитых схем и каких-то наборов. Может быть, я распределю нити отдельно от Ancora, от наборов от Dimensions и нити DMC. Девчонки, так как он весь у меня в кадр не входит, сейчас я сделаю следующее включение и покажу, что у меня в нем. Первые два верхних ящика у меня пустые. Я пока в них ничего не положила. Хотя сюда, в принципе, можно было сложить мои ножнички. Но ножнички металлические, комодик деревянный, все это, знаете, я боюсь, что туда складывая, доставая ножницы, можно их как-то ободрать. Поэтому ножнички пока сюда ложить не буду. Буду пока складывать кое-что другое. Сейчас покажу. Также скажу, что в рекомендациях написано, что это изделие нужно покрыть лаком или сделать декупаж. Я не умею делать. Девчонки показывают, что они делают декупаж, но они проходят какие-то курсы. Я единственное, о чем думаю, что я куплю лак и покрою его лаком. В этом ничего не понимаю. Потом, когда покрою, уже вам расскажу. Буду изучать этот вопрос. Не хочу, чтобы он у меня менял цвет. Не буду его покрывать морилкой. Я так понимаю, морилка ложится под лак. Но это из моих познаний. Изменять цвет не хочу. Хочу оставить его вот таким светлым. Он почти тон в тон к моей коробке от Икея. Круглая коробка, в крышку которой вставляется вышивка. Он почти такого же цвета. Возможно, на тон светлее. Но менять ничего не хочу. Хочу оставить все именно так, как есть. Вот такой светлый комод. У меня в комнате светлый стол. От сажу шкатулки. Немножко такой оттенок другой. Он больше вот такой вот рыжий. Вот такой вот. Но в такой цвет не хотела бы покрывать. Боюсь ошибиться с морилкой. И темным его видеть пока не хочу. Возможно, есть какие-то лаки с оттенком. Но вопрос этот не изучала. Потом уже, когда я его покрою лаком, я вам все-все-все расскажу. Так его оставлять, я так понимаю, нельзя. Особенно тем, у кого высокая влажность. У меня, конечно, тут влажности высокой нет. Все это подождет. Как только попаду в Волгоград, лак приобрету, надо почитать от какого производителя, чтобы все было качественно и легло ровно. Буду читать, смотреть. И потом уже расскажу. Но так оставлять не буду. Сейчас лето, жара, влаги, конечно, нет. А зимой, возможно, он может как-то изменить свою структуру. Потому что я почитала отзывы на озоне об этом комоде. Кто-то писал, что он какой-то шероховатый. У него есть какие-то неровности. Но было там сказано, что пока он шел, он мог набраться влаги. И, возможно, изменил немножко вот эту свою структуру. Так, конечно, девчонки, он заполирован. У меня даже внутри вот это все заполировано. Я не увидела, чтобы что-то цеплялось. Я туда сегодня нити складывала, вытаскивала. В общем, мне все понравилось. У меня на рукодельном столе он немножко неровно стоял. Вы знаете, я его сейчас принесла в другое место. Я снимаю на балконе. И он здесь абсолютно устойчиво стоит. Я уже думала к ножкам там как-то подклеить. Может, кусочек пластыря. Ну, опять же, а что может быть со столом, чтобы комодик неровно стоял? В следующем включении покажу вам, что я сложила в нижние три ящика. Сейчас у меня в кадр входит только третий сверху. Переведу сейчас камеру и вам все покажу. Девчонки, в самый нижний ящик я сложила свои декоративные шнуры. Это то, что у меня осталось от Клары. И то, что пойдет для Генри. И рядом у меня ленточки и шнуры для новогодних игрушек. Вот эту ленточку недавно обнаружила у себя в кармане. Думала, знаете, куда вообще ее можно было запрятать. Но, видимо, как покупала, сунула в карман. Я вообще карманами не пользуюсь. Поэтому сейчас вещи убирала другого сезона и нашла вот эту ленточку. Теперь у меня будет все лежать на месте. Все вот эти ленточки для новогодних игрушек в одном месте. И все, что я буду еще покупать, я буду складывать именно сюда. Девчонки, еще не привыкла я к этим ящичкам. Мне кажется, я как-то их с опаской открываю. Но, в принципе, все ходит очень спокойно. Надо понимать, что это дерево. Конечно, никакой фурнитуры с доводчиками там ничего не стоит. Вот так просто аккуратно открывать. Но это и не кухонный шкаф, в котором ты будешь постоянно доставать какие-то вилки, ложки. Все это должно быть удобно. Здесь все тоже мне очень удобно. Всем я довольна. Покажу вам вторую снизу полочку, шкафчик. Сюда я сложила пока остатки от своих вышитых наборов. Вот в этом отсеке у меня в первом ниточке от ледяного кубика я ничего не перематывала. И я не знаю, буду ли я вообще перематывать на бобинки. Здесь у меня лежат в том числе бобинки. Покажу вам сейчас. Это у меня перемотанные нити от Тигра, от Ирины Наниашвили. Я заменяла некоторые нити DMC на гамму и начала их перематывать. Кстати, о бобинках. Сюда идеально в этот комод встают бобинки от DMC. 56 бобинок у меня в этой упаковке. Я заказывала их с 1-2-3 стичь. Выглядят они вот так, такие тонкие, обычные картонные бобинки. Название можно писать. Существуют наклейки для этих бобинок. Их также можно еще где-то по магазинам купить. Но вопрос, буду ли я перематывать нити. Возможно, я их буду вот так как-то складывать. У меня будет другая какая-то организация. Не бобинки. Но если вам нужны бобинки к этому комоду, на Алиэкспресс их великое множество. Я так понимаю, DMC бобинки сейчас исчезли или скоро исчезнут. Цена поднялась. Но хороший выход бобинки от Алиэкспресс. Есть там упаковка 500 штук. На Яндекс.Дзене я подписана на одну девушку. Она показывала декупаж этого комода. И также показывала купленные бобинки на Алиэкспресс. Вот эти 500 штук. Девчонки, я не заходила и не смотрела. Хочу лишь сказать, что там можно найти то, что нужно. Пока я сомневаюсь. Пока у меня есть вот эти 56 бобинок. У меня также много бобинок отсажу. Сейчас я вам их чуть попозже покажу. Но бобинки отсажу сюда не подходят. Мы с вами сейчас посмотрим следующий шкафчик. Я здесь положила иголочки от Прайм. В кубики я их использовала. Иголочки новые здесь положила, которыми я еще не пользовалась. И хочу вам показать. Бобинки отсажу. Они так сюда не входят. Только вот таким образом. Но когда вы намотаете нити на них, то, возможно, вам будет неудобно. Вот так. Только в таком положении. Не совсем хорошо. Но для бобинок отсажу я и не планировала использовать этот комод. У меня отсажу есть три шкатулки. И, в принципе, такие нити, которые будут перематываться над бобинки, отсажу. Какие-то ручного окрашивания. Такие нити необычные, которых у меня не очень много. Я их планирую сложить в эти шкатулки отсажу. Я, в принципе, для этого их и покупала. И в следующем отделении у меня входят вот такие слайды. Они как раз тут помещаются и встают идеально. Можно это все использовать. Очень удобно. Девчонки, если у вас много пинов, можно, конечно, в какой-то из отсеков положить вот эти пины, чтобы они постоянно на рабочем столе не стояли. Но у меня их не сильно много. Они у меня в игольницах. И пока стоят на рабочем столе. Но, по идее, можно их сложить и туда. Это если вам этот комод не подходит под бобинки. Или вы, как я, не собираетесь его использовать под всю палитру DMC. Вот такие еще у меня есть бобинки отсажу. Также такая же история. Комод с ними не закроется. Если кто-то рассчитывает именно на эти бобинки. Потому что, я знаю, девчонки, многие пользовались услугами этого магазина. И бобинки, они часто складывают вам в посылку. По-другому не скажешь. Складывают в посылку. Много и по 5, и по 10 штук в заказе. Подарочный вариант. Вот это я вам сейчас показывала. Это все подарки от магазина при совершении покупок. Поэтому сажу сюда. Не думайте, что войдут бобинки. Хотя, вот знаете, я смотрю, бобинки отсажу. Конечно, для меня идеально. В отличие от бобинок от DMC, конечно, он прям такой надежный. Вот я вам покажу сейчас бобинки от DMC. Достала я из упаковки. Вот они. Очень тонкие. Ну, в принципе, намотать нить и положить. Просто, если вы постоянно этим будете пользоваться, перебирать, то, конечно, в идеале бы такие вот бобинки отсажу. Ну, будем довольствоваться тем, что есть. По бобинкам. Помимо Алиэкспресс, туда я не заходила, но знаю, что они там есть. Еще видела бобинки от РТО. Цена тоже стала бешеная. Наверное, 370 сейчас в одном из магазинов видела. В общем, дорого. Бобинок от DMC не видела. Есть еще бобинки от Гамма. По-моему, они 300 рублей на Озоне. Но по поводу их размера, как они выглядят, ничего сказать не могу. У меня их не было. Конечно, если кто-то любит единообразие, то нужно, наверное, закупить бобинки на Алиэкспресс. 500 штук как раз тут будет, наверное, для всех этажей комода как раз самое то. Показала я вам все свои покупки. У меня их было немного, как я уже сказала в начале видео. И, в принципе, видео о покупках я снимать не планировала. Я хотела все это скомпоновать в каком-то видео в вышивальной неделе. Но затягивать сильно видео тоже мне не хочется. У меня сейчас стандартное видео выходит по 20-25 минут. Такие более длинные. Я понимаю, что смотреть неинтересно для зрителя. И стандарт видео для меня, конечно, 25-30 минут. На этом мы будем с вами расставаться. Жду ваши комментарии. Спасибо вам всем за внимание. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok